Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире передача «Просто о вере» и я, ведущий священник Максим Портнов. 11 числа был День памяти Святого Пророка Претечи Крестителя Господня Иоанна. Немногие знают, что этот день еще объявлен Днем Трезвости. Именно об этом мы поговорим с нашим гостем, настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского города Новокуйбышевска Иереем Александром Мищенко. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Несмотря на то, что эта тема уже поднималась у нас здесь, на передаче с отцом Максимом Соколовым подробно говорилось, но тема, к сожалению, продолжает оставаться актуальной. И вот в свете как раз Дня памяти Преподобного, ой, Пророка Иоанна и Дня Трезвости хотелось бы с вами, отец Александр, обсудить, что это за день, его история, почему именно этот день был выбран в качестве вот такого дня. Действительно, у нас есть праздники государственные, которые родом из церкви. Ну, понятно, Рождество Христово, Пасха Господня, День Семьи, День Народного Единства, и вот День Трезвости, они все родом из церкви, оттуда пошли корнями, и у нас сейчас имеет продолжение в нашей истории. День Трезвости возник более 100 лет назад, в 1913 году, и он как раз возник по инициативе священников. Священники видели, как гибнет народ от алкоголя, как раз вышло из-под эгиды государства производства водки и других напитков крепких. И вот общество священников вышло с инициативой создать такой День Трезвости, когда бы нигде не продавался алкоголь, служились бы молебны, совершались крестные хода, и была проповедь трезвого образа жизни. Потом, после революции, этот праздник был упразднен, у советской власти были свои методы пропаганды трезвого образа жизни. И вот уже в 2005 году в нашей новой истории снова этот праздник возродился, и теперь он празднуется, как и тогда, в день памяти, как батюшка вы сказали, притечи и крестителя Исподнего Иоанна, в день его усикновения главы. И это очень неспроста, этот день выбран, потому что в этот день вспоминается трагическое событие. Царь Ирод отсек на пьяном перу голову невинного человека, пьян притечи. Сам пророк, он был для всех непререкаемый авторитет, он был для всех святым человеком, ну, кого ни спроси. Человек жил в пустыне, жил все свое детство, никогда не ел вкусной пищи, питался только корешками какой-то дровой, одевал одежду такую, что у него было печально смотреть, это была грубая одежда, которая едва его прикрывала. То есть он жил вот прям в святой жизни человеку. Аскетичный такой. Аскетичный такой, худющий, с таким полным жизнью, взглядом и таким образом, что к нему стекались сотни людей ежедневно, слышать его слово. И он смело заявлял, что царю не надлежит иметь в женах жену своего брата родного, живого брата, жить с ней, потому что вообще за это полагалось время просто смертной казни. Должны были по закону иудейскому царя с женой Иродиадой вывезти за город и быстренько камнями побить насмерть, чтобы неповадно было никому. Ну, царю никто не мог это сказать в лицо. И вот только такой человек, как Ампритеча, свободно об этом заявлял. И, конечно же, Иродиада, которая даже имя такое, по-моему, не сохранилась, осталась только как прозвище Иродиада, она не могла это оставить в покое, и Ирода наускивала, что надо что-то делать. Молва от Иоанна идет по народу. И Ирод, он, скорее всего, руководствуясь таким политическим соображением, чтобы не было волнений, чтобы не было революции, зачинщика сажают в тюрьму совершенно не в новом человеке, который говорит ему правду в лицо. И при этом Ирод сам же спускается время от времени в темницу, общается с Иоанном Ампритечей, как с другом своим лучшим, спрашивает у него совета, относится к нему с таким, как бы даже почтением, с уважением. Ну, и вот наступает день рождения Ирода царя. Он устраивает большой праздник, он завез на него всех гостей солидных и важных. Конечно же, еда, конечно же, вино, конечно же, какие-то танцы. И вот, когда они уже все объелись, напились, то вышла дочка Иродиады, жены Ирода царя, и стала танцевать. Я уж не знаю, как она там танцевала, с каким-то танцем особенным, космическим, что Ирод, уж под влиянием еды, алкоголя и вот этого танца, вдруг сказал ни с того ни с сего, что проси мне, чего хочешь, дам тебе до полцарства. И дочка пошла к маме посоветоваться, говорит, мама, что нам попросим? До полцарства готовы нам отдать. И мама говорит, опроси голову Иоанн Предтечи. И дочка, молодая девушка, выходит и говорит при всех, а принесите мне сюда на блюде голову Иоанн Предтечи. И Ирод, наверное, ужаснулся, что он сделал, потому что теперь уже обратно ничего не скажешь. Он тут сидит при такой компании. А был бы, может быть, трезвый, может быть, еще и что-то мог бы подумать, сказать, что такое просишь. А когда ты расслабленный, под алкоголем, все же знают, что сложно свою волю как-то менять. И он, словленный в алкогольную волю своей, он говорит, ну что, идите, несите нам голову Иоанн Предтечи. Идет человек, и просто ни за что, ни про что, без суда, без следствия, по прихоти отрубает голову, приносит девушке, девушка-то в обморок не падает, несет маме своей. И говорится, что мама еще и издевалась над головой, плевала, ножом тыкала, мол, получил, хотел меня свернуть, вот я. И получается, что все это происходит именно в таком, что называется, пьяном угаре, как у нас говорят в народе, по пьяной лавочке. Было бы в трезвом стоянии, он, во-первых, бы такого не сказал, скорее всего. Сколько у нас дается обещаний? Обещаний именно в нетрезвом виде, постреканий, давай там залезем, прыгнем, что-то сделаем еще, кого-то ограбим. Есть такая статистика в МВД. Я видел два вида статистики. Той, что не нашел, к сожалению. В одной говорится, что каждое четвертое преступление совершается в пьяном виде, а в другой, что 80% совершается в пьяном виде. И вот мне кажется, что 80% ближе к правде, что в пьяном виде люди гораздо легче совершают какие-то преступления, потому что воли ослаблены и так далее. И самое интересное из этого, что можно сделать вывод, что царь Ира, то на самом деле, это не дело такого, что чего-то сверх ужасного. Он делал, как все. Сначала, как все цари, он позволил себе жениться, на ком хотел. Ну, что же, царь или не царь, в конце концов? Ну, я же царь. Все цари поступают, как хотят. Женился на том, на ком было нельзя. И себя оправдал. Ну, все же так делают. Потом посадил в тюрьму Иоанна Претеча, ну, потому что он не мог так не сделать. Ну, все же так делают. Все должны руководствоваться интересами государства, в первую очередь. Надо убрать зачинщика революции. Потом, как все, острый день рождения. Ну, все же так делают. Все же пьют, все же гуляют. У всех танцев. Как все, как у всех. Ну, потом, как все, что-то такое захотел сказать. Ну, перед всех такое, ну, ярко привить себя. А потом уже не смогу ничего поделать. И вот это вот наше привычное оправдание. Мы же, как все, отмечаем Новый год. Мы же, как все, отмечаем день рождения. Потому что, как все, нужно чуть-чуть там обязательно выпить. Оно вот это одно, как все, другое, как все. Как цепочка цепляется, потом тебя вытягивает на какое-то плохое дело. Это обязательно. Это вот жизнь показывает, так оно и происходит. И поэтому этот день было принято решение и устроить день трезвости. Когда он вызывает нас задуматься о том, к чему приводит пьянка. И что хорошо бы нам иметь такой трезвый образ жизни. Да, Евангелие действительно очень поучительно. И там прослеживается вот эта действительно целая цепочка того, как человек, начиная с малого, простое празднование дня рождения, простое приглашение гостей, значит, и дальше это все вот как накатанное, да, получается у нас, и двигается, и двигается, и приводит. И вы правильно, отец Александр, заметили, что вот во время пьянок очень часто люди начинают такой бравадой страдать. Значит, на приключения, как еще говорят, у нас тянет человека. И действительно, статистика, я вот ее не смотрел, но в целом по даже разговору с людьми, зная о том, как люди именно по пьяни делали те или иные ошибки. Но отец Александр, получается, православному христианину вообще пить нельзя? И день рождения в том числе отмечать получается нельзя? Или как? Или это другая крайность? Вот какая-то середина существует? Ну вообще, вот мы оба священники, и мы знаем, что церковь не может существовать без трех вещей. Без пшеницы, без масла и без вина. И в Евангелии мы очень часто встречаем, например, вина, и само богослужение, устав церкви, оно подразумевает вообще вино в жизни человека. Потому что бывают длинные службы, особенно монастырские, которые длятся всю ночь, и там встроено в службу в момент, когда люди подкрепляются вином, освященным с хлебом. Поэтому, в принципе-то, вино не запрещено. И нам Евангелие говорит, что вино веселит сердце человека. И там же, говорится, чуть-чуть в другом месте. Но не упивайтесь вином, потому что в нем есть блуд, как раз о том, что, батюшка, вы говорите, что для вино там начинается блуждание. Всякие, где ни попадя, по всяким местам, которые у нас теперь называются злачными, то есть где человеку найти приключения. То есть церковь вообще вино как бы не запрещает. Но вот судя по тому, как оно употребляется, оно употребляется как лекарство. То есть в каких-то небольших количествах. Я вот сам могу поделиться таким опытом, что однажды я был на Афоне, Святая гора Афон, Креция. И это полуостров, на котором государство монастырей. Там сплошь монастырь, 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 монастырь. Мы тоже всю ночь были на службе. Всю ночь не спали. Утром, в 8 утра был обед. У нас это было непривычно. Мы после службы, после литургии пообедали. И вот пошли вроде бы отдохнуть в комнату. Ну что-то не спится в 8 утра после обеда. Пойдем прогуляемся по набережной. Пошли. И нам говорит какой-то монастырь, что вы тут так праздно гуляете? Тут полчаса и монастырь, а там святая икона чудотворная. Идите прогуляйтесь. Действительно. Полчаса прогуляемся. Пришли в монастырь, приложились к иконе. Нам говорят, тут еще полчаса, еще монастырь. Мы туда пошли. И в итоге мы так от монастыря к монастырю ходили. А там уже обратно возвращаться далеко. Лучше идти дальше. И только к ночи мы пришли в болгарский монастырь. Там уже как раз вечерняя служба кончалась. Мы еще постояли на службе. И приходим в трапезную. А уставшие ночь не спали, целый день ходили. И в конце трапезы игумен звонит в колокольчик, подходит, берет монах, большую баклажку прям с вином, и наливает всем прям по полбокала вина. Я думаю, ну надо же, как интересно, у них тут устроено все. И вот мы выпиваем этот полбокала вина. Я понимаю, что у меня появляется много сил. Вот эта усталость, как бы она ушла. Я думаю, ну что, как интересно. Видимо, вино настоящее. У нас здесь такого вино, скорее всего, сложно купить. И я понял, что действительно, не большего количества какого-то вина, оно может человека вселить силу на короткий срок. Поэтому это и в уставе церкви тоже прописано, что во время службы позволяется чуть-чуть, какое-то маленькое количество вина. И поэтому вино действительно присутствует. Мы видим, как в медицине есть яд. Ядом можно убить человека, но в каких-то маленьких количествах оно является спасительным. Поэтому, конечно же, и вино может быть. И вот тут как раз разговор о том возникает. Для чего трезвость? Трезвость — это не только о том, что пить или не пить. А трезвость, она призывает нас, в первую очередь, к внимательной жизни, быть к себе внимательным. Как я живу, как я разговариваю, что я говорю, кому говорю и с кем, и зачем я это вообще говорю, что я делаю сегодня, завтра, вчера, к чему я вообще иду, ко всем своим, даже к мыслям быть внимательным, что я думаю. И вот такое внимательное отношение к себе, оно и позволяет потом понять, а стоит мне сегодня это выпить или не стоит, вообще как справлюсь я или не справлюсь. И в первую очередь праздник нас призывает именно такой, внимательной жизни к себе, внимательной жизни во всем. Что я делаю, что я говорю, куда я стремлюсь, зачем я это делаю. Вот трезвость такая должна быть, внимательная жизнь. И вот царь Ирод, если бы он изначально был бы себе внимательным, да правда он про меня говорит, что не должен я спать с женой. Это же потом проклятие на все государство ведь. Если правитель совершает какое-то преступление, это же ведь потом, в Евангелии так часто пишется, что потом это бывает бедой для всех людей. Потом бы он прислушался бы, и Иоанн Притич хотя бы в тюрьме, и сказал бы, а что мне делать, скажи мне. Вот я теперь тебя увидел, ты меня обличаешь, а что мне делать, подскажи. Или потом на праздники. В общем, если начальный, если был бы внимательный Ирод, может быть этого и не случилось. Вот нас праздник трезвости призывает быть таким трезвенным во всем, в мыслях, словах, поступках, в отношениях, в таком внимательном отношении к себе. Да, нам очень часто трезвости трезвости действительно не хватает, особенно по молодости, когда ты только начинаешь вступать в эту жизнь, и у тебя открываются двери, ты выпорхаешь из своего гнездышка родительского, где тебя сдерживали каким-то образом, и ты начинаешь пробовать одно, другое, пятое, десятое. Вот, как известно, меру мы знаем, но разве ее выпьешь, да? И вот дойти до вот этого, до этой мудрости, правильного понимания, с кем ты находишься, знаешь ты ли этих людей, действительно умение управлять своим языком, потому что в слову не воробей, и действительно вылетит, и не сможешь уже что-то изменить. И все-таки нужно иметь, действительно умение говорить, наверное, нет, причем во всех ситуациях, и даже когда уже сказал, и даже когда уже подписался под какое-то действие, и даже уже когда пошел, но если в какой-то момент приходит осознание того, что ты, ведь Илья тоже ужаснулся, но там в Евангелии говорится, что ради возлежащих, то есть вот компания на тебя начинает давить, да что ты, что неужели тебе слабо? Да это вот обычное наше, к сожалению. Значит, и ради вот слова, которое у него вылетело, вот он уже стал. И тут тоже вот интересный, кстати, момент, что ведь вот эта вот девица, которая плясала, ведь она поступила по идее мудро, она пошла к своему родителю спрашивать совету. У нас большинство молодежи все-таки там лет так до 13, в лучшем случае, да, вот, слушают своих родителей, а потом-то уже вот как-то нет. И получается, что вот пример-то вроде как родительского послушания, но вот отец Александр, получается, не всегда надо слушать своих родителей? Ну, у нас есть такое чувство, данное Богом, называется совесть внутренняя. И мы должны, конечно, соизмерять все, что мы делаем с Евангелием, с голосом своей совести. И вообще, человеку изначально, когда он рождается, дается самое главное качество, которое его вообще влечет по жизни. Это качество называется радость. И вообще в Евангелии говорится, что Царствие Божие — это мир и радость, действие Духа Святаго. И вот эта радость, на самом деле, это самое ценное, что мы в жизни ищем. Почему? Потому что кто-то ищет богатство, кто-то ищет здоровье, кто-то ищет семью, любовь там свою первую, кто-то карьеру ищет. Но если у тебя будет семья, и вдруг в семье не будет никакой радости, то тебе семья будет не нужна. И мужики, и женщины бегут на шоппинге, на рыбалке, на работе, куда угодно, только бы не быть в семье, потому что там почему-то, ну, по какой-то причине, перестало быть радостью. Ты ходишь на работу, и там нет радости, ну, почему-то, по какой-то причине. Ты будешь ходить как на каторгу. Кто-то, ребята учатся, ходят в школу, у них там нет никакой радости, нет общения с ребятами, нет общения с учителями, нет уроков. Они будут ходить как на пытку, каждый день. И наоборот, там, в чем у нас вдруг появляется радость, мы готовы туда бежать, сломя голову. Ты начал заниматься спортом, у тебя начало получаться, и ты будешь ходить в этот спортзал, там, три раза в неделю, то есть чаще, потому что у тебя там есть радость настоящая. Ты начал писать музыку, ты будешь ночами лежать, и там что-нибудь вставать, записывать, потому что в этом тебе радость. В том, в чем ты вдруг обнаружил радость, для тебя это становится самым ценным в жизни. И вот эта радость, она является порой и показателем того, правильно ты живешь или нет. Если вдруг ты теряешь радость, значит, ты что-то в жизни делаешь в данный момент неправильно. Ты, допустим, с кем-то поговорил, там, с ребятами, например, или там с коллегами по работе, и вдруг в разговоре вы взяли и начали кого-то осуждать. Или какая-то шутка такая пошла, но недобрая. И даже порой ощущаешь, что поговорили, посмеялись, сказали у человека какую-то нехорошую вещь, а из тебя вдруг вышла какая-то радость. Из тебя внутри что-то поменялось. И вот мы должны вот эту радость, во-первых, переживать. И она на самом деле имеет такой закон, что эта радость, вот с чем ее можно сравнить? Я думаю, что многие телезрители могут вспомнить, если, надеюсь, они еще помнят, как и в детстве крепко вдруг обнимала мама. Вот мама обнимет крепко-крепко в детстве, и такой теплый мир, и вокруг теряется вообще все, ничего нет, только существует теплая мама, и такая тихая-тихая радость. Ничего не надо больше на свете. Вот эта радость тихая, она очень похожа на ту радость, о которой я говорю. Вот эту радость мы должны искать. И она работает так, что ты эту радость испытываешь не тогда, когда ты что-то получаешь. Там новый айфон, новую должность, новый диплом, пятерку, допустим, там, в журнал. Это, да, но в настоящий раз приходит, когда ты что-то отдаешь. Ты там, допустим, получил знания, ты поделился, у тебя есть деньги, ты поделился весь время, на кого ты его потратил. Ты делишься, делишься, отдаешь, а вот ты получаешь такую невероятную радость. И эта радость самая ценная. Там, это я ребятам привожу пример, допустим, у тебя был день рождения, и тебе все подарили там чуть-чуть денежек, там, один, другой, третий, бабушка, дедушка, там, все, и ты идешь, слушать, ну, там, не знаю, 30 тысяч, например, 30 тысяч, думаю, сейчас куплю себе новый телефон, новый планшет, новые наушники, там, что-нибудь, какую-нибудь одежду. А тут какая-то бабушка идет, и ты внезапно, ни с того, ни с сего взял, и все деньги ей отдал. Ну, ей очень надо было. А ты оказался рядом, и ты смог ей эти деньги отдать. И ты идешь, у тебя ни наушников, ни телефона, ни новой одежды, ни 30 тысяч у тебя нет, ничего нет. Но тебе так качественно наполняет радость, и ты понимаешь, что вот этого ты не зря живу. И вот если ты знаешь, что такое эта радость, то ты узнаешь, что значит ее терять. И вот если бы иродиада, дочка ее знала, что такое настоящая радость внутри, и сказала бы маму бы ей, а принеси голову Иоанна Предтечи, она бы поняла, что вот сейчас что-то происходит не то. И сказать, мама, а ты понимаешь, что мы с тобой делаем? Ты знаешь, мама, иди сама прости, я бы, я такое неспособна сказать даже бы. И она поняла бы, что что-то происходит не так. А так как она уже давным-давно потеряла, видимо, эту радость, она не понимает, что происходит. Ну, как обычно все, так и есть. И вот если мы, и вот смотрите, как происходит, что когда мы с вами маленькие, лет, не знаю, до трех, до шести, и у всех по-разному, мы в принципе эту радость имеем. Маленькие дети, посмотришь, они радостные вообще всегда. Они перманентно радостные в любом моменте своей жизни. Они не могут долго обижаться, у них будет такой запас радости, что даже обида там, даже от родителей, она не способна надолго эту радость перекрыть. А потом вырастаем, вроде бы все получаем, получаем там должности, получаем то, что мы хотели в детстве. А радости такой нету. Куда девается эта радость? Почему она уходит? Потому что, как раз взрослые, отучаются, может быть, отдавать. Хотят только получать, получать. И они, вроде бы, получают там другое, а радости нету, и поэтому нужно эту радость где-то получить. Как ее получить? Ну, вот есть способы. Пойти в магазин, в особый отдел. Или в другой отдел, там, вейпы продают, или эти сигареты. А люди, смотришь, богатые, когда люди все получают в жизни вообще. Они же очень многие становятся наркоманами. Вот это даже в фильмах мы видим, что богатые люди, имеющие все, звезды, которые имеют славу, все деньги имеют, они очень многие становятся наркоманами. Почему? А нет настоящей радости. И вот к чему я все это говорю, что я уверен, что если бы мы с вами имели настоящую радость всегда внутри, то нам даже бы неестественно было пить. А не нужно. Зачем? Оно как бы лишнее совершенно. Вот у нас есть детские праздники, у нас есть молодежный Новый год, когда мы собираемся с семьями большой компании, человек по 40. И у нас там целый день проходит, какой-то очень интересный. И мне очень сложно представить вот в этой компании даже рюмку шампанского, которая все поменяет. Появится там хотя бы капелька алкоголя, и все станет совсем другим. Я знаю, что такое праздновать без алкоголя. Ну, кстати, я знаю, что такое с алкоголем, потому что я служил в авиации. Я знаю людей, у которых спирт просто вот он в доступе всегда. Я знаю, что такое офицерский Новый год, когда офицеры празднуют там. Можете сделать сарабельные, да? По-гусарски, в общем, празднуют, да. И я знаю, что такое Новый год, что такое Новый год. И я уверен, что Новый год без алкоголя, вот он такой, ну, настоящий. Вот там есть настоящая радость. Появляется алкоголь, ну и все вообще другое. И все вообще по-другому. И от этой радости нету. Чего-то такого теплого, настоящего. Пропадает оно. Поэтому алкоголь нужен тогда, когда у нас внутри что-то не так. Когда мы пытаемся эту радость чем-то взять и заменить. Спасибо большое, отец Александр. Я надеюсь, дорогие зрители, вы, посмотрев наш сегодняшний выпуск, поймете, что радость не в бутылке, а радость именно в Боге. И переступите порог храма, придете к нам с отцом Александром в гости. Ну а мы постараемся поделиться с вами этой радостью. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин